приветствую вас ребятишки мы знаешь собирались продолжить исследовать исследовать этот замок да в которой пришли в прошлом выпуске ну давайте вот сейчас вот эту башенку еще осмотрим а потом уже пойдем куда-нибудь по направлению к тому ого к тому дяденьки кстати это башенка довольно таки большая за несколько тут всего куда-то только можно не поворачивать может это есть типа библиотека какая-то как думаете в которой мы должны типа как найти самую там еще ледяный кварц вообще даже не знаю если смысл их собирать если честно да потому что в принципе нахер нам нужны чечные кварцы нам полных и так хватает так что даже не будет напрягаться до большая суды и тут можно еще получается сейчас куда-то налево пойти а я потом еще наверх а и тут еще двери он нифига себе да замок такой обширненький скажу я вам ну что ж ладно кстати я только что и надпись ледяной кварц не просто интересно через пол можно собирать но это конечно да это круто было согласитесь так а то есть это просто дверь выход хорошо а вот еще какая то то тут у нас просто тоннель правильно да вообще не очень-то похоже на какую-то библиотеку и вроде бы тоже никаких потайных пароходов я пока что не видел ух ты тут магия огня тусуются но это офигеть просто блин вот это реально не ждать их слушайте вот это мы еще по 1 а кого-то встретили да это магия огня да и живот умеет одиссея удивлять да как магические знания плюс 3 у нас сколько сейчас 217 я мудрец когда будет 224 будет следующий уровень то типа орден феникса или чё это такое да гравюра такая пляну офигеть конечно да такое впечатление что что-то за этой статуи нас еще должно быть да вот какая-то кстати я может быть даже по тайная кого-то ну ладно молиться 100 золотых сила плюс 1 спасибо братишка до нежданчик конечно же ладно когда мы там еще увидели толпу 1 а там еще как бы такое вот да тут еще какие-то магии огня и судя по всему тут она довольно таки опять таки обширная да если так посмотреть там еще и на улицу он как это есть выход то есть есть где побродить так что у нас 223 а еще одно очко древнего знания и мы уже будем выше мудреца представляете так по кстати вот пособие по колдовству а нож как раз по идее на бате и повысит если я не ошибаюсь пособия пособия пособие по колдовству да да кстати да вот как раз магические знания плюс один зацените но как раз этого и не хватало как раз одной единицы кстати вот раз мы новый уровень древних знаниях повысили можно будет еще раз попробовать пойти к тому чуваку чтобы он нам круг магии поднял до 4 а до 200 200 24 когда будет 225 наверное да вот тогда у меня будут следующего уровня понял так что пока что я все равно мудрец да господи извиняюсь да так но это стол письменный больно офигеть я живой а тут типа как я понял больше некуда выходить этаж все пыли у кого там прям слышно типа как пылевые бури до наш суда летит на кровати а эти дебилы здесь спят а конечно какую-то стеночку выложить из кирпичей так лево влево влево вправо и влево 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 а такого сундучок 20 золотых я понял можно было принципе не обыскивать вообще да я такой то что нам нужно следующую главу перейти для того чтобы нам могли уже 4 круг магии изучить или какой-то нам нужен за 4 по моему но в принципе в принципе может быть и от знал от навыка древнего знания тоже зависит хрен его не знает не ну круто да я просто чего я не ожидал здесь увидеть такая точно какие-то магов огня причем же чтобы их так достаточно много что называется так статуя никак не юзается до щекот странно такое местечко я отсюда можно еще кота вниз даже эти ты смотри то есть типа код пойти что-то поисследовать но вот здесь конкретно ничего я сначала зайти к тут вышел и так и пуду может быть да есть какая-то древняя библиотека но тут ничего интересного лету до возможности вы пойдем вот там вот вниз потом да спускаться может быть на том что нибудь и обнаружим но на это уже нам эти мужиками потом зайдем и ставить сначала поговорим с этими ребятами доминикус 100 и кто ты что здесь делаешь привет меня зовут ролланд я прибыл с военного корабля короля мы собираемся сражаться с орками и так и вот карьера бар а тогда добро пожаловать приверженец нашего бога и носа добро пожаловать 3 ты не найдешь здесь орков также и ассасинов лишь банда пустынных разбойников шляется по этой покинутой местности что ты можешь рассказать мне об этом месте позволь мне сказать тебе что это ты узнаешь от паладина гаргарона но долгие разговоры у меня сейчас времени нет я должен еще сварить несколько напитков и найти для них несколько растений разумеется я буду занят этим ближайшие дни всегда одно и то же много работы и мало времени я могу помочь а если ты положишь не с поиском растений я буду тебе очень признателен сейчас не обязательно искать все растения которые вы нужны я буду рад мне очень срочно необходимо лунная тень этого растения мне не ухожу примерно одна дюжина лунная тень и где здесь можно найти до растения его часто находят пещера здесь по близости имеется три или четыре пещеры где можно поискать будь осторожен однако эти пещеры часто населенные дикими животными поиск может быть небезопасен у меня разве нету лунная тень и у меня что полу были какие-то там а или огня были какие-то луневики или как-то так да ну давайте даже посмотрим просто я помню что только что-то такое с таким названием было а вот лунный теневик она у меня их пять штук а он сказал дюжину ага наверное это то растение но он сказал дюжину это 12 у меня всего пять штук приветствую вас в достопострении достопочтенный мастер игнатиус кто-то незнакомец меня зовут раунд я прибыл с корабля альбатрос под командование лорда балдвина так ты воин короля слова и носу я не знаю что приводит его ворот но если тебе что-то нужно то и с радостью я поможем выйти тяжелые времена необходимо чтобы все сплотились вместе против сторонников белиара ты можешь ничего научить если у тебя есть к этому талант и желание то ты можешь научиться у меня от древней магии что вы здесь делаете мы занимаемся изучение древней магии в этом старом храме построен у королем рабаром в честь его победы над варантийцами полно книг о древней магии только она может нынешних обстоятельствах защитить нас от получишь белиара великий мастер кариб то и к не кариб продажи отдал нам приказ заниматься здесь в тишине на ее изучением и вот мы отправились в путь прибыли мы сюда тайными тропами так что соседа понятия не имеют что мы здесь находимся да позаботиться и нас чтобы впредь это так оставалось ты можешь обучить меня магии я сразу чтобы жить его кругом магии с тебя достаточно опыта возьми для начала эти пустые листки позже ты сможешь изготавливать из них свитки свитки заклинаний и маду я сначала обрадовался потом может быть это есть тот чувак который типа умеет умеет обучать доделать труды типа как еще какой-то удару съесть меня зовут ролланд я паладин короля а что ты здесь делаешь я направляюсь с особой миссии не могу рассказать больше об этом понимая добро пожаловать рыцарь меня зовут удерус прости меня к сожалению не могу уделить тебе много времени так как занят исследованиями что ты изучаешь мастер мое исследование посвящение огню инструменту могущества и носа это его дар и в то же время могущественное оружие я же занимаюсь созданием свитков содержащих себе магию огня а по этой причине я не буду пока и обучать тебя что у вас за проблема мы маги пришли в это место чтобы исследовать древние знания самые важные книги должны храниться в тайной библиотеке место где спрятана эта библиотека нам известно она находится за этой стеной к сожалению доступ не открывается однако должно быть две золотые статетки иноса которые открывают вход они должны быть спрятаны где-то здесь нет совершенно определенно нет мы уже привели все здание вверх дном кроме того мы пытались произвести магический контакт со статуэтками напрасно как что-то в этом вроде возможно да но только с определенными предметами которые используют огненные магии они производятся из особенного материала что делает этот контакт возможным но как я уже говорил это короче не получилось поэтому я предлагаю что-то иное что когда прибыли сюда несколько бандитов шатались во дворе они немедленно смылись как только заметили нас поэтому я предполагаю что они прихватили статуи с собой однако возможно что гоблина утащили предметы так как некоторые из них забегали в замок кто знает где теперь эти все статуэтки находятся вероятно нужно отыскать всю долину из-за них ах какое разочарование почему ассасины вас не беспокоят ассасины избегают эту область так как тут бесчинствует множество грабителей темные маги закрыли ворота за аждодом в долину никто не может попасть без разрешения поэтому торговля между иштаром и аждодом происходит теперь исключительно на побережье эта область никого не интересует у ассасинов иштара есть очень более важные дела чем эта безнадежная долина как далеко еще до иштара северная имеется дорога за горами пройдя по ней ты уже сможешь увидеть город покажи мне свои товары ну да видите к счастью у нас короче говоря фокс эти прикольно смотрите это средство делает невосприимчивым против яда многих монстров 3000 золотых хотя вообще написано прибавка к здоровью 50 ну давайте купим хулись это правда так так лечебных эликсиров лечебных эссенции купим у него давнего неплохие вещи вам скажу так это такой вот телепорт казал курабаров западного ранте вот это хорошая штука у него два уровня дождя между прочих с него ряд неплохие вещички на продажу давайте мензурок серый накупим все больше ничего нет теперь 22 теряна хвалу наши продадим заодно у нас его хватает маргинштерн агро так вот грубый двуручник магический посох ржавый двуручника меч ассасина меч кочевника ржавый топор грубый меч шпага ржавый меч кирка так вот это хрень так вот до восточный боевой лук лук ассасинов лук старый лук так вот 1685 стрел так продали да вот теперь у нас эти кольца продать как раз как раз как раз когда так вот 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 могу магу лет могущество продаем вообще без запросов обалит волшебника зов души и оставляем один брони продаем так кольцо могущества и кольцо невыездимости продаем тоже кольцо скорости пускай будет так хорошо это бы по впаривали свитки какие нам не пригодятся скорее выложенная стрела точно не пригодится малая война и буря точно так копье точно ледяной свет точно так вызов скелета гоблина точно не пригодишь а молния на точно остальное пускай может быть даже будет до всякий пожарный так что тут у нас еще такое но остальное то уже наверно и не продаж или продаж хер его знает у нас везде не хватает поэтому наверно даже и смысла кого-то субботу что-то продавать нету кстати видите как здорово мы пока сюда добирались уже и замутили эти статуэтки да и сейчас нам просто просто марияж называется да просто отдать эти статуэтки да и да и пиздец так вот два золотых кубка вот можно точно впарить вот этот харитов деревянные деревянные тарелки и кубки тоже можно впарить так вроде бы в принципе все хорошо я нашел две золотые статуэтки и носа ты нашел их тогда надо немедленно исследовать помещение которое находится за стеной в этой библиотеке должен находиться книжный том с тайнами рунной магии секрет библиотеки да вот огненный маху дэру смеет ищет две золотые статки и носа который даже открытие доступ к тайной библиотеке до удару сдал мне задание следует аннулили теку он ищет прежде всего книжный том с тайными рунной магии да видим блин по так походу ты здесь только не у ассасинов я просто так написал по вам братишка если правильно помню что типа ассасины там научит или у ассасинов можно будет научиться вы видите как то есть типа а типа а там еще одна ниша все я понял да но видите как то есть просто ты типа сейчас по я так понимаю да изучишь эту тайную библиотеку да изучишь эту тайную библиотеку короче говоря и тогда это самое мы может быть даже сможем рунной магии пользоваться с эти будут очень круто с эти 5 таки прикиньте побочная локация которая дает тебе такой скажем так нихуевый бонус да ты можешь после этого рунами пользоваться это же просто песня забавно пока что даже никаких противников я лично не вижу это странно даже не то что забавно на разу больше часа больше реально странно да согласитесь я чудо утовы будут как минимум какие-нибудь на скелетики как максимум какие-нибудь там самое скажите я скажу вот там демоны может быть там големы да кто-нибудь такие так вроде бы книжки все забрали давайте посмотрим чего там по находили но книжки хорошие да там одна табличка на ловкость одна табличка на ловкость и довольно таки неплохие книженцы так 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 вот как судя по колдунству плюс два магические знания еще плюс два магические знания а даже плюс 3 вернее книга мудрецов очки обучения плюс 2 да тоже неплохо так одета скрижалька блядь и скрижалька ловкость 4 забыл где их искать по идее это здесь же на полу должна быть а больше она тогда этого у нас получается 68 до жечь и обучения ловкость на 146 теперь 140 ловкость 148 вернее да но ловкость всегда хорошо да ловкость такая штука что никогда не помешает сто процентов так нижний кого-то а ну вот вот вам и это то что то что мы и спрашивали блядь пиздец сейчас убьют нахуй да так почти убили даже ребят зацените да офигеть да практически наш даже и убили совсем чуть-чуть нам повезло блядь демон больно живучий может взять какие другие стрелы давать то что его так будут конечно долбить долговато такими стрелами давайте может быть возьмем там тот же огненный у нас их дофига в принципе ой куда углили получше его мочит все странно вот допустим тролля огненный болт ну не на сильно лучше мочит да конечно лучше но не так что там прям какая-то разница была колоссальная да его уши отравленными мочить а вот примеру демон бог или болтами очень даже неплохо сносится все есть так нормальный был так себе прямо меня как будто игра услышала да и как раз такой другой странно что никто не охраняй библиосеку и вот пожалуйста черный демон лорд как сетите ворота потом открыть непонятно мы поищем поищем да я книжку так и не прочитал но походу да вот у меня есть книжный стенд производства врут я должен предупредить удару секса его ужаса я должен был понять что использование книги создает демона и некоторую нежить что я должен убить когда вернусь живым из библиотеки так вот как создать руну чтобы создать руну в зависимости от магии создающий должен различать требуемые мои ингредиенты имеется формула есть рунный камень и есть свиток каждого заклинания но самое главное вы должны вы освоили базовые знания азда а древней магии и зарядки рудного камня зарядка рудного камня магической энергии может быть выполнена на алхимическом столе магическая энергия связывает используемые из неразборщиво только когда эти требования выполнены создают создающий может перейти на рудный стол чтобы работать да то есть мы даже сделали типа как дело которое от вас требуется только не понятно как теперь открыть двери они же закрылись то ли здесь где такой-то рычаг должен быть но пока что если честно я ничего такого не наблюдаю так аркану голом том 2 значит наверху тут принципе вообще ничего интересного не было по крайней мере пока что аркану голом том 2 просто же я по моему а кстати мы же еще купили того чувака как изделие эти я совсем забыл а ну-ка у нас хп 1362 а так нифига не это прибавка к здоровью да я думал то что типа как максимальная хп повышает видите она просто лечит 50 хп наверное лет делать невосприимчив против яда многих монстров но он пускай будет можно где-то по квесту когда-то пригодится да или еще очень ну и плюс мы его выпили может быть и бы и просто не написано это на время эффект дается ли это типа ты его выпил и все типа тебя я да я да не трогаю да вот что немножко странно как-то тоже я даже не знаю как это работает но было бы конечно очень круто если мы были реально бы смогли бы обучиться сейчас первый точно потом получается читали 2 тоже рукой да если мы могли бы сейчас был обучиться рудной магии это реально было просто супер песня так лечебный лета врубайся я случайно я забыл что у меня будильник включен а я уже проснулся без будильника просто когда так пособия пока удал студент найти а да это у меня такой будильник если вдруг кого заинтересовало так вот магические здания еще плюс один ну в общем все круто мы нашли то что искали нашли мы эту тайну библиотеку про которую слышали когда по находили эти золотые статуэтки непонятно как мне теперь отсюда выбраться я же говорю потому что я блять я не вижу здесь никого рыча а а вот шло они нифига у нее а у нас железное кольцо да все разобрались хорошо больно молодцы разрабы аж говорю я был библиотеке нашел том о создании рудной магии действительно очень хорошо наконец-то мы узнаем больше о тайнах старой магии благодарю тебя за помощь посещение библиотеки не было безопасным когда я прочитал книгу внезапно появится демон и несколько зомби да старое здание очень хорошо храняется я должен был предостеречь тебя прости что подверг тебя такой опасности хорошо такая опасность не новинка для меня все же я должен был предостеречь тебя поэтому возьми то золото я думаю что на тебе пригодится так и есть кстати некоторые места в книге о создании рудной магии к сожалению не разборчивы еще и это посмотрим возможно можно будет что-то сделать обучай меня она у меня огненную магию может обучить есть новости в библиотеке мы узнали очень много старом знание возможно нам удастся восстановить рудную магию а она квест прошелся секрет библиотеки да я сообщил могу наконец-то до маги смогут наконец-то исследовать старые знания ну пока что непонятно получается он нас может обучать просто созданием свитков также как тот чувак доминику с учета завис до даже как также как вот этот игнатиус да просто обучаете по созданием свитков а когда новости он говорит то что просто может быть просто через день через два к нему можно будет приходить да и он что-нибудь нам сможет сообщить но по ходу это есть то место где мы сможем рудной магии обучиться то есть то прошлом рассказывал братишка во всяком случае похоже на то да возможно типа через день через зал приходишь у него что-то такое появляется или возможно когда я по на прохожу квесты на вот этого вот доминику соусловного там да в общем будем смотреть ну да было бы здорово конечно обучиться же этого и на час реально это единственное чего не хватает для счастья по сути согласитесь да вот нам еще обучиться там среднему ранению какого-нибудь или даже же возможно лечение сильного ранения там какой-нибудь такой там боевой более-менее магии там и все и просто рован будет уже настоящей машины для убийства ну посмотрим как будут развиваться события да так что же нам делать дальше пойдем санара дальше исследовать учиться у нас еще есть да там чеш можно было выше подниматься плюс еще можно найти этого паладина так вообще да вот правда стоит отдать должное вот разработчикам за тот момент что ну реально было очень неожиданно встретить здесь этих магов огня и тогда когда в окне увидел паладина но я думал там будет один или просто несколько паладинов во всей этой башни как бы и все да по факту тут ведь как получилось тут нифига себе целых три мага огня который еще и парочку квестов там дают так вот еще культ сундук право право вправо вправо дает вправо 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 опять мензурок принципе неплохо еще какие-то уникальные даже зелье мы купили правда вот для чего они догадался как-то покажет сложновато наверное я так и не понял если честно просто в описании да они так написали так кошечка да они что как бы написали непонятно то есть типа любой яд типа нейтрализуется но не написано это типа на какое-то время определенное либо на все время да вот как это работает не очень понятно так можно еще выше а можно еще водку отсюда тут у нас хлебушок вообще даже не знаю если смысл все эти этажи осматривать потому что ну по вещам тут не очень такое что-то да а ну хотя вот этот горгорон вот мы его и нашли ага он не против чтобы это даже предмет подбираем как видим да ты посмотри 4 судя расчехался да у этого горгорона такие неплохие покои да елки-палки да неплохие папа за такое жиру и тут на товары видим до у него и кровать такая тут ничего себе и вид такой хороший с окошечка так горгородище ну чё ты расскажешь ты должен спичь королевской гвардии но не но блин тут маразматически он там ведь меня не знает откуда вообще знает то что я паладин а для того что целый поговорить я типа без этого должен быть паладинских доспехах ну ладно привет я проклятие кажется напугал меня живя в такой глуши обычно не ждешь посетителей кто ты мое имя горгорона и я как ему ты можешь видеть паладин короля рабара а ты кто меня зовут рода я прибыл сюда на военном корабле альбатрос под командованием лорда балдвина что ты с военного корабля короля в это трудно поверить особенно если учесть как далеко ты от берега так или иначе удивлен твоему появлению ведь наши маги призвали несколько песчаных големов чтобы защитить нас от чужаков судя по всему то сумел с ними справиться мое тебе почтение что ты здесь делаешь изначально я получил задание от мастера крипту из венгарда заняться поисками одного из легендарных кубков огня поскольку наши руны потеряли свою магическую силу он надеется с помощью этих кубков вернуть ее и в нее вот так как я понятия не имею где искать эти треклятые кубки то в конечном итоге я забросил свои поиски однако судьба привела меня в это место где я нашел магов а игнатиуса удара и доминика они занимались поиском имеющейся информации о древней магии надеялись что смогут подчеркнуть это знание из книг хранящих хранящихся здесь старом храме инноса и им это удалось по крайней мере сейчас они занимаются изучением древнего знания игнатиус попросил меня остаться чтобы я смог защитить их от пустынных разбойников проживающих в башне недалеко отсюда я принял его предложение поскольку поиск этих окаянных кубков все равно зашел в тупик а вот древняя магия которую изучает игнатиус очень полезная для нас вещь если ты хочешь знать больше не обязательно поговорить с ним что ты можешь сказать не об этом месте эти старые форты храм были построены королем рабаром когда он захватил варант но когда началась война с орками ассасины подняли восстание здешний гарнизон был вызван на войну с тех пор это место заброшено ну не считаю всякой живности что здесь обитала поэтому мастеру игнатиусу пришлось приложить немало усилий чтобы очистить это место кроме того неподалеку находится старая башня темных магов в ней уже туда никто не жил пока недавно там не обосновалась банда пустынных разбойников они как будто почули что здесь кто-то проживает у кого есть чем поживиться из-за этого нам пришлось отбить уже не одну атаку с их стороны в конечном итоге маги призвали песчаных големов для нашей защиты разбойники не рискнули потеряться померяться с нами силами и отставили нас в покое но теперь готов поспорить что нам снова стоит стоит ожидать их визита поскольку ты разобрался с големами я бы с удовольствием положил конец этой банде да вот мастер гнать его с этого не хочет он предпочитает чтобы я остался здесь и за всем следил но во имя и носа я готов дать 500 золотых тому кто прикончит этих бандюк дабы вы наконец-то могли успокоиться на их счет что-нибудь еще что еще больше мне об этой долине чего рассказать здесь царите выносимая жара безотрадная атмосфера и повсюду бегают всякие монстры далеко не самое приятное место в мире я уж можешь мне поверить я решил твою проблему с бандитами правда парень тебе цены нет вот как обещал 500 золотых держи расскажи мне об ассасинах да ничего особо рассказывать здесь их нет мастер и гнать его со своими братьями только однажды видели отряд ассасинов это и то это было еще до того как я к ним присоединился те ассасины были охотниками на львов не увидел что львы но увидел что львами это область небогато они двинулись дальше этот район никому не интересен кроме этих злосчастных пустынных разбойников это его предположу что изначально они сами хотели укрыться здесь от ассасинов но пронюхал что тут уже кто-то живет они не растерялись и решили что их ждет легкая нажива вот только они ошиблись и что-нибудь еще иногда я сомневаюсь что все наши усилия не напрасны и такое ощущение что и нас нас покинул выше голову все будет хорошо так ну братишки был один квест который мы уже и так прошли получается да осталось только сдать и получить за это 300 золотых понятно ну можно теперь заново переодеться пожалуй доспех кочевника да потому что по идее жара то вид нас фигачит правильно так ну получается все это здание мы полностью исследовали да а нет можно еще выше подыматься вот и посмотрю прям какая бесконечная хрень а но это уже точно все на вершине туда же пакет с болтами валялся как оказывается что ж что 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 возможно сейчас надо вернуться самый низ вообще выйти из этой башни да и посмотреть другие издания может быть там еще будучи по исследовать если нету поспать до рассвета потом опять поговорить с этими магами возможно возможно у них обновиться вот это вот фигня с древней магии они согласятся за чему-нибудь обучать а хотят больше нечего исследовать эту же дверь мы уже видели открывали да типа она там то все там и были там и были там и были вот раз что еще вот это помещение но тут что-то только смола есть ну да походу я даже по ходу тут вернее даже больше то нет вот еще что то есть такие ошибся посмотрим так ничего ничего только прямо тут кое-к тролля ну в принципе общем говоря если бы бы чтобы не пошли то опять таки ничего бы не потеряли по сути разве что кое-к тролля более-менее такая штука неплохая хотя опять-таки я слышали никогда не продаю потому что побаиваю что вдруг потом где-то понадобится по сюжету да а ну да все получается мой все тут осмотрели окей тогда пошли до к магам поспел у них до рассвета и если нету как раз там лишь от них помните можно было куда-то еще идти тактика вспомнить бы где эти маги тусуются о так что-то являть не понял а вот наверно да точно наверно вот как то вот так блять я чё а вот еще кстати смотрите вот так вот я точно не ходил фигасе бельда у них тут нифига себе территория ну хотят опять таки от любви не счет не успокоить и этих магов видел но это как и бездет конечно да сейчас еще тут не потеряться вроде бы немного больше да и 4 даже я что-то подзабудить и увидел этих магов учета какой-то капец так тут тупик правильно ну да так 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 брать вы тоже мы в самое нечто спустимся лечу а я меня вода точно вот так вот мы шли да то да вот вот да вот это хрень все отлично так удару с учетом пока что у него новостей нету я тогда предлагаю да давайте спасем даже вернее не до рассвета 2 даже до утра по спину чтобы они все уже были на месте потому что если до рассвета то вполне вероятно что да они еще будут он спать или чем-то заниматься а так как до утра они уже точно будут все на своих местах и мы сможет сможем они что-то разуздать но прикольно кстати мы как раз пришли в этот монастырь до древний потому что получается что мы как раз секвест и сделали 2 статуэтки у нас были и этих разбойников мы перегасили да так что в этом плане очень круто получилось так ну что давайте начнем с удару блин ну что то она ничего не сообщается блин печалька же то ли фишка в том что надо сначала допустим а подводить может очень внимание но тоже созданию свитков обучает да то что сначала может быть надо пройти квесты на других допустим этих магов да а потом появится какая-то хрень а а может быть когда я прочитал книжный стенд может быть я уже умеют делать эти рудны как думаете потому что мы все прочитали книжный стенд серьезно может быть мы даже типа умеем теперь это делать жаку так стерео рунического стола не было по крайней мере я чего такого не вспомню дамы там только вплетать еще раз посмотрю я постану таком просто по этажам и бегали мы точно рунического стола не видели а здесь в той секретной библиотеке которые мы открыли тоже не было здесь да за только у химический стол видите есть как бы то обидненький момент потому что да хотел сразу проверить было бы не по а в любом случае внешне ту рудного камня до этого про любых раскладах а так я даже могу то ими пользоваться стопудов я смогу даже не пользоваться мне нету просто банально рудного камня нормальным у меня только бесполезный рудный камень и этом какой-то там ну да разрядившийся ли что-то вот в этом роде по идее типа они нас могут обучить магии используя просто древние знания да вот наверное что-то вот в это вроде а давайте еще проверим эту пляха бегаю туда сюда как придурки просто хочу проверить какой у меня теперь уровень древнего знания потому что мы что мы прочитали пару книжечек то есть теперь нам точно сто процентов хватит вернее сто процентов у нас повысилась это древнее знание да так это стол просто вот книжный кого допустим так проверить я магистр магии в 10 38 у меня я магистр магии а почему у меня пополнилась с руны так ровно 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 и вот теперь я могу учить 5 круг магии а в его вода видите вот от этого она оказывается зависит то есть она зависит от того какой у тебя уровень древнего знания да у меня и так 4 круг магии она для этой книжки нужен был 5 вот теперь я достаточно поднял свой уровень древнего знания могу теперь изучить 5 круг магии то есть потом когда будем уже с этой пустыне возвращаться вернемся к тартаро нулях кому-то мне уже не помню какой-то чувак помните а вернее даже альмансор я вспомнил да я альмансор нас обучить пятому кругу магии вот и так сказать будет нам счастье так давайте опять доспехи ассасина оденем в общем нам нужно еще растение найти вот это вот необычная у нас есть пять штук она до 12 возможно я живу когда мы пройдем квеста над этого вот мага да с его растениями может быть вот тогда нам и откроется как какая-то новость его про тот этот библиотеку да или черт его знает как это будет работать так там еще и песчаный голем на то вообще офигеть сразу двое братишек да и песчаный голем и леопард давайте начнем с леопарда а закончим горько так направо нам некуда можно вот только так вот как-то держать курс что-то пока чтобы не что думал что мы когда по этой дорожке пойдем что-нибудь такое найдем интересно знаете кстати мы же не одну пещеру в этом в этой пустыне нашли до в процессе прохождения вот так вот и что-то пока что мы не находили вообще этих растений и квестовых про которые он говорит да это тоже немножко так напрягает да если честно то что говорю то что здесь типа три таких больших пещеры или как-то так он рассказывал но мы уже эту пещеру с голубинами находили и там еще какие-то пещеры нигде ничего подобного мы еще не находили так вы все квесты даже видите сразу познавали получается а вот на эти растения счет пока что у нас не складуха получается вот еще как пещерка которую охранял пустынный братишка ну любом случае уже есть как бы неплохой момент да то что вы даже по крайней мере наконец-то сможем обучиться пятому кругу магии согласитесь это уже как бы мы не зря в эту пустыню решили сбегать даже хотя бы ради этого в этот никиса на прокачивали свое древнее знание до 5 круг мы теперь сможем пользоваться очень неплохой боевой магии вот этой вот крик души до книжка у нас есть конечно для полного счастья нам бы изучить да еще магию лечения какую-нибудь но это уже так это уже если что мы переживем так там опять эти големы пустынная хоть дорожка ведет интересно а может просто как-то следующий какой-то голове знаете прийти сюда и у них обновиться эта информация по поводу этих рун даже не знаю надо будет на фору и поискать ну или там у ребят поспрашивать может быть кто-нибудь что-нибудь подскажет да а ну и в итоге я опять пришел в эту хрень я понял так ну что тогда что тогда в принципе тут он наверно больше делать ничего правильно давать на выпрыгивать отсюда как-то да из всех квестов что мы взяли получается в этом монастыре в принципе самый большой у нас только вопрос вызывает только вот эти вот растения где брать потому что повторю что мы бегали и там и там и там тут что называется да что пузуны делают я живу пистих ползунов перегасил или чего я чуть не так помню наверное чуть не так помню да наверно я что-то путаю а высшим и типа из этой пещеры да да там да да точно мы отсюда вышли да 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 точно еще и мы я подумал что вот как туда попасть но пока что непонятно смотрите пока что такая загадка для нас ну ладно может быть как-нибудь когда-нибудь найдем нам и на нее ответ быть тоже как там мы могли вернуться назад и там пойти еще помните куда-то левее по моему ну ладно будем надеюсь что то территория от нас тоже никуда не денется уже будем давать и тут как ты что-то бегать потому что тоже такой кусок территории очень немаленький учета у меня такое подозрение что где-то вот в этих вот краях возможно будет пещера вот с этим вот растениями которые нам так необходимы до для квеста просто я хочу все квесты по на проходить на этих придурков вот на паладина прошли на этого прошли вот еще вот я живу те растения принести возможно вот именно тогда что-нибудь у нас и обновиться да вот я вот как-то вот на это сейчас рассчитываю ну просто туре если роланду еще станет под вас на магия ты тоже это будет просто но самая настоящая машина для убийства она уже его принципе под вас на да вот допустим тот же самый магия света его сейчас подаем круг магии сможем еще и пользоваться получается боевой довольно таки неплохой магии да так что вообще ништякумба да так что вообще ништякумба полная бы 0 здоровенный пустырь из центра там он опять таки кота смотрите а это же мужик этой башни выходим а ну да 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 то есть получается а так может быть это есть то место про который я хотел посмотреть то есть этого 5 башни ксардоса выходим а это продолжаем продолжаем наши исследования уже где-то в той стороне давать еще возможно займемся этими голевыми короче говоря в этом выпуске тут территорию расчистим но главное особо не справится дату что он конечно самые опасные из тех кто здесь есть до песочный пожалуй не в счет лох-лох песочный до каменный хуй такая до хуй да это до хуй а вот это по идее живой должен быть до кстати много здесь этих песочных големов вот в этой вот северности вообще странная помните когда убежали там точно был указатель написано северная пустыня помните и она все стоит а помню там был указатель написано северной пустыни но когда вы сюда пришли везде все упоминания то что это западная пустыня это западный warrand то есть как-то странно ребята так вы определитесь это запад или это север да вот прям такая чуть ли не комическая ситуация как получается да потому что я живу в указателе я живу написано северное а вот тут ты везде бегаешь тебе везде говорят что это западный варант странный момент до тишите растения но уверен будем вот так вот бегать исследовать какую-то еще пещеру найдем и обязательно найдем эти растения же просто странный топорем то что мы уже этих пещер я живу до этого выпуска сколько находили да и ни в одной из этих пещер как бы не было того что мы ищем да ни в одной не было вот этих вот лунных растений или как они там называются я уже забыл честно говоря то ли они все потом будут в какой-то одной определенной пещере то ли чего суждать даже не будем их обыскивать дать простых на убиваем потому что честно ли тут так много что у каждого обыскивать я рехнусь наверное по правде говоря если по типу зоны были бы крутые прикиньте какой был бы геморрой всех их убивать я сейчас так просто это вот думаю если честно да это ж пиздец был бы полный с одной стороны их конечно можно было бы обойти просто банально десятой дорогой да они так не мешают путешествовать с другой стороны мы мы то ведь любим так играть чтобы да мы так любим играть чтобы все подоль выносить поэтому тут таки прямо палка в двух концах получается а это не растением не издалека показалось на какое-то растение просто уникальное да я думал может быть там даже коронное растение из-за этого решил сбегать оказалось как бы не так да давай браток еще тебя на раз завалил и будем заканчивать так а вот там вот где-то были какие-то каменные големы вернее не каменные эти песочные да вот тут вот давайте манера тут сохранимся чтобы мы просто знали то что их еще надо порешить ну в общем да в общем что в следующем выпуске надо будет дальше исследовать территорию искать пещеру с растениями ну и надеяться что как-то обновиться диалог у того чувака и он согласится помочь нам с этой магией да как что делать ну и при первой же возможности вернуться ваш дот и обучиться наконец-то пятому кругу магии мы мы сможем пользоваться нашей первой боевой руной ну вернее туда же боевая книжка получается они руна да вот она крик смерти да хотя у неё урон они урон не неплохой 666 она на маны расходуют 250 минимум 250 маны минимума у нас мана 281 то есть принципе надо нам хватит только на один выстрел банные ну да в общем говоря поэтому может быть там даже особо и радоваться не нужно потому что нам нужно еще запас банны не знаю как увеличивать то хотя с другой стороны наши сочи обучение хватает нам их особо некуда девать разве что на все тоже увеличение здоровья но нам вроде бы этого здоровья вполне себе хватает да поэтому может быть как раз мои остальные очки обучения как раз и будем тратить на повышение запаса маны да но хоть опять-таки сильно мы его не повысим потому что питаться сочи обучение 5 маны то есть соответственно там может быть на какую-то десятку подымем или около того ну в общем будем смотреть планда чуть я заговорился ребятишки я как всегда благодарен за просмотр за подписки за лайки до новых встреч пока